Итак, всем привет, у нас недельный раздел BR, честно говоря, немножко сдвинулись, я извиняюсь, обычно у нас был недельный раздел, который грядет, то есть у нас как бы начало недели, который будет в конце, но поскольку у нас некоторый сбив был, честно говоря, мы столько пропустили, из-за меня, из-за праздников, что, в общем, честно говоря, немножко сдвинулся, и мы сейчас недельный раздел, который был, окей? У нас недельный раздел, в котором в самом начале речь идет про Шмидту, все, что с этим связано. Ну вот, я тоже подумал немножко изменить, так сказать, рамку и сделать, у Ханан Парата обычно в конце его статьи, как бы, идет такое некоторое заключение, о чем речь идет, так я теперь наоборот, я начну с этого заключения, чтобы вообще сказать, о чем мы будем говорить, да, а потом как бы углубляться, вот, а статья называется, вообще говоря, так очень забойно называется, абайта. Абайта – это домой. Окей, куда домой? Итак, статья «Домой» – она занимается недельным разделом, который связан с очень специфическими заповедями, которые, возможно, либо частично, либо, как бы, совсем, типа, как Ювель, сейчас мы будем увидеть, сейчас мы будем смотреть, которое возможно только когда народ находится, причем большинство народа находится в Израиле, то есть, как бы, возвратилось после изгнания, вот, либо, как бы, Ниан Шмита, то есть, в своей полноте они могут быть исполнены только когда народ находится в Израиле, вот, вот, но Ханан Парад, как обычно, строит некоторую такую идеологическую картину, я бы сказал, мировоззренческую, которая, конечно, очень про-израильский, если так можно сказать, звучит банально и нехорошо, но, тем не менее, да, очень такая сионистская, которая тоже звучит очень банально и нехорошо, вот, и особенно по-русски слово «сионизм», там, вообще говоря, филателизм, вот, но, тем не менее, она очень такая интересная, опять же, он строит это на исследовании, как бы, первоисточников, мы сейчас это посмотрим, на мой взгляд, очень интересно. Итак, он пишет, что вот, есть такой факт, потрясающий, пишет Увда Мадхима, Мадхим — это потрясающе, что после разрушения храма, с точки зрения галахической, и, как бы, заповеди, связанные с Ювелем, они практически прекратились. Вот я вам в рассылке, вообще говоря, упоминал, я не знаю, успели вы посмотреть или нет, что такое Ювел, и, как бы, все, что с этим связано. Честно говоря, не будет сейчас времени подробно, как бы, заниматься, ну, просто для тех, кто, как бы, совсем не в теме. Значит, Ювел — это идея, так называется, 50-й год. Начало 50-го года, вот, называется Ювел. Не знаю, отсюда, честно говоря, или не отсюда, но у Асяновича наверняка связано, наверное, греческое слово «юбилеи», да, ну, то, что в русском языке, как бы, юбилей, типа, какая-то вот такая дата значительная. Ну, вот, на самом деле, это Ювел. Вот. Так вот, Ханан Парад расследует или анализирует такие интересные вещи, галахические, которые связаны с этой заповедью Ювел. Ну, во-первых, вот, как я сказал, пишется о том, что Аллахот, законы, которые связаны с Ювелем, а мы сейчас будем говорить, как бы, в каких заповедях идет речь, они, с точки зрения галахической, практически кончились. И более того, из, как бы, календаря, вот, расчетов годов Шмиты, да, если кто-то не знает, что такое Шмита, это седьмой год, да, в котором действуют такие специальные законы, если совсем на одной ноге сказать. Лео Шмит — это вообще на иврите отпускать, в том смысле, что аннулировать, аннулировать какую-то принадлежность, то есть, долги аннулируются, рабы возвращаются, обратно получают свободу, земля возвращается, это Шмита, ну, как бы, более-менее это известно и понятно, да. Но дальше он пишет такую интересную штуку, что более того, что эти вот заповеди, они после разрушения храма, связанные с Ювелем, они, как бы, прекратили свое значение. И вообще из, как бы, календаря еврейского ушли, называется, на иврите, Йовлот. Йовлот — это 50-е годы. И после разрушения храма их больше, как бы, не считали. А считают только 49, и тогда получается 50. Честно говоря, мне самому это не очень понятно, я, как бы, это специально не изучал, и, по-видимому, человек, который гораздо больше меня в этом понимает, то, наверное, идея была такая, что эти юбилейные годы, они считались особенными, у них был особый календарь. А не так, что просто, как Шмита считается, каждый раз 7, а вот 7 раз по 7, получается 49, и вот уже Йовель. Это не так. Окей? И перестали считать Йовель, как будто он вообще, как бы, не существовал. Знаешь, он говорит, что, как бы, Аллаха отражает вот это уничтожение, как бы, религиозно-законных связанных, вообще, самого понятия Йовель, его перестали считать. Парадоксальным образом, как бы, учит нас, что во времена, как бы, Галута, в то времена, когда евреи, еврейский народ не находится в своей стране, а находится в изгнании, Йовель прекращает свое значение. И только когда Израиль возвращается обратно в свою землю, к нам возвращается заповедь, связанная с Йовелем, как органическая часть общего комплекса возрождения, как бы, национального, которое сопровождает вот это понятие, которое называется Шива Цион, то есть возвращение в Цион. И для того, чтобы нам это, как бы, лучше понять, вот, Ханан Парад, он показывает, сейчас мы посмотрим, так сказать, методологически, очень интересно, он говорит, что надо смотреться в разницу, в лингвистическую или языковую, или, как бы, ну, понятийную, между тем, как Хазаль, а именно мудрецы, благословенная память называется Хазаль, да, мудрецы Талмуда имеется в виду, да, каким образом они соотносятся к заповеди Йовель, и как это написано в Тури. И он пишет, что Хазаль, они, когда они рассматривают аллахический аспект, они, в основном, все сводится не к земле, ну, как бы, понятно, потому что речь шла про галут, а речь шла, в основном, про денежные, денежные обязательства. И они установили. Так это сказано, в Рамбам пишет, в законах Илхот Шмита, Илхот Шмита в Йовель, законы связаны с Шмитой и с Йовелем, когда приходит Йом-Кипур, а имеется в виду Йом-Кипур, то есть это вот Роша-Шана, начало года, который, вот, год Йовель, тогда должны трубить, тогда Бейдин трубит в Шафар, и тогда рабы возвращаются в свои дома, а дальше вот тут, если вы видите, а, вы это не видите, правильно? Так, сейчас, секундочку, мы, наверное, сделаем, как в прошлый раз, чтобы вы все-таки видели текст первоисточника, да? Я думаю, сейчас его видно. Вот здесь написано, жирным подчеркнуто, рабы возвращаются своим годам, а дальше написано, Выхазру садот лебалэм, и поля возвращаются к своим первоначальным хозяевам. Это вот пишут, как Рамбам, Йелхотте, Шмитаб, Йовель. Но при этом, говорит, интересно, подчеркнувшись ханан парад, что язык Торы, он другой. Язык Торы такой. И возвратится каждый в свой надел, в свое поместье, на свой земельный участок. Каждый человек в свою семью вернется. То есть мы видим, что есть разница. И вот эту разницу мы сегодня будем анализировать, да, или идти за ханан парадом и смотреть, как он это анализирует. То есть в Торе, язык Торы говорит, что не земли возвращаются к, не поле возвращается к человеку, а человек возвращается к своему полю, от которого он по тем или иным причинам, такая у него судьба сложилась, да, и он был отделен, да, был вынужден продать и так дальше. И теперь он открывает, как бы, новый чистый лист своей, своей жизни, своей истории, и он возвращается в свой дом, в свою семью и в свое поле. И вот практически на... Вот эта разница между тем, между языком или оборотом, как это выражают мудрецы, они говорят, что поле возвратится, и между тем, как это написано в Торе, Торе описывает процесс, как бы, возврата человека в лоно семьи, возвращения, и это то, что дало название всей статье, Абайта, домой, и он возвращается в свой поле. Спрашивается, почему есть такая разница. Окей? Это вот то, чем мы сегодня будем заниматься. Такой обрез. Идем дальше. Теперь, значит, смотрим более подробно, о чем идет речь. Недельный раздел БР, которым мы сегодня занимаемся, он начинается с описания заповедей Шмидты, в которой человек обязывается лишь бот, значит, лишь бот, как от слова шаббат, прекратить, прекратить обрабатывать землю, один раз в семь лет. И он должен разрешить любому человеку, любому прохожему, питаться плодами вот этого седьмого года, который у него вырастает как бы на пуль. Не имеет права человека отгонять, или там запрещать ему есть, и так дальше. А сам он при этом обрабатывать не может. Ну, это вот Иниан Шмидты, да? И пишет дальше Ханан Парад. Как бы с первого взгляда может представиться, что эта заповедь, она осуществляется или происходит, так как это описано в Торе. Вы знаете, да, есть такие, ну вот мы в программе Израиля Человечества это обсуждаем подробно, продолжаем обсуждать. По большому счету, есть два вида заповедей. Один из заповедей называется Мидарайта, по-арамейски, Исторе, то есть на которых по прямому указано в Торе. Они как бы имеют, если так можно сказать, больше статуса. И в западе Мидарабанан. Мидарабанан – это те заповеди, которые с помощью специальных, как бы разработанных принципов, выводов или умозаключений, вывели мудрецы из Тора. Но напрямую они там не написаны. Так вот, пишет Ханам Парад, что на первый взгляд может показаться, что вот эта заповедь Шмиты, она происходит таким образом, как она описана в Торе, и так, как она вообще была дана в Иар Синай, на горе Синай. Ну, и как бы считается, да, что заповеди Мидарайта – это те заповеди, которые были даны на Арсинай, на Синайской даре, во время Синайского откровения. И до сегодняшнего дня. Однако, он говорит, если мы посмотрим в Иерусалимский Талмуд, в трактат Швид, мы увидим, что Хазаль, мудрецы, они как бы связывают или делают зависимой, обуславливают, вот как правильно, обуславливают исполнение заповеди Шмиты, предполагая, что дело ее заповедью из Дара. То есть заповедь Шмиты можно считать, что она из Деорайта, поскольку они связывают это с заповедью Йовэль. То есть, когда Шмита связана с Йовэль, тогда это Мидарайта. Откуда это видно? А вот откуда это видно? Почему? Потому что если проанализировать, вот Дима просил упоминать точно место первоисточника, речь идет про книгу Дворим, про 15 главу и про да, 15 главу про первый и второй стих. Сказано ВЗ, Давара, Шмита, Шмот. Два раза упоминается слово Шмот. Два раза упоминается слово как бы Шмита. По-русски переводится так «К концу семи лет делай отпущение». И это есть отпущение отведет. И вот это два раза упоминаемое слово Шмот, одни раз как Шмита, а другой раз Смот, это дает основание Рабе сказать, что речь идет про два вида Шмиты. Вот написано Шней Шмитин. Два вида Шмиты. Одна Шмита это Шмита, а вторая Шмита это Йовель. Из этого он делает вывод. В то время, когда Йовель имеет место, Бешаша Йовель Ноек, тогда, тогда и Шмита она приобретает статус Мидарайта. А с того момента, когда прекратились Йовлот, то есть 50-е годы, тогда Шмита, она приобретает статус Мидарабанан. Тогда спрашивается, а когда закончились Йовлот? А это тоже объяснено в Иерушалме, то есть в Иерусалимском Талмуде, что Йовель он в смысле заповеди, связанные с 50-м годом или говоря как бы более терминологически и технически, да, Йовель имеет статус или вообще как бы проистекает или заповеди, связанные с ним, как бы имеют место, когда когда весь народ Израиля находится в своей стране. Почему? А потому, что сказано. Потому, что сказано в книге Ваикра, по-русски это Левит, в 25-й главе, в 10-м стихе сказано «Укротем дрорба арец леколь йошве и возгласите свободу на земле всем ее обитателям». Что из этого выходит? Из этого выходит, что тогда, когда Израиль по большей части, большая часть народа была угнана или рассеялась в рассеянии в диаспоре и даже в то время, когда частично во времена второго храма народ вернулся в землю, однако, поскольку большая часть народа осталась в диаспоре, в рассеянии и не было осуществления принципа, что большая часть живет в земле Израиля, не отсчитывали юбилейные годы. Юбилейный год перестал иметь смысл. Из-за этого выходит, что и шмита, а это называется шмита от каркаот, шмита от каркаот, то есть имеется в виду заповеди шмиты по отношению к земельным участкам. Шмита от каркаот, то есть возвращение земель своим первоначальным хозяевам, которые были вынуждены продать, и также возвращение долгов, они перестают иметь статус медарайта, а приобретают статус только медарабанан. И как бы на этом фоне, да, и на фоне этого рассуждения, по мнению Иерусалимского Талмуда, и даже по мнению Абай, который выступил, который высказал это в Вавилонском Талмуде, в трактате Гетин, и это дало возможность, он называется мудрец Илеля Закен, либо по-русски иногда переводится старейшина Илель, который ввел такое понятие, просьбу, и таким образом ну, как бы объехалось, так можно сказать, законы, связанные с прощением долгов, которые уже в его время к этому относились, что это заповедь медарабанан. И поэтому дало возможность сделать просьбу. Я не знаю, вам это слово известно или нет, но не вдаваясь как бы в галактический аспект, скажем, глубокий, а как бы по-простому, идея она такая, что для того, чтобы дать возможность кредиторам тем не менее взимать деньги, несмотря на год шмиты, да, было введено понятие просьбу, пола, когда идея такая, что составляется некоторый документ, при котором как бы долг переходил, взимался не от имени того, кто дал эти деньги, а от имени раввинского суда, а у раввинского суда, да, есть право взимать как бы долг и во время шмиты, но это сейчас нам не очень как бы важно, в Израиле, как бы на протяжении нашей жизни в Израиле уже несколько раз была шмита, да, и вот эта тема просьбола, она, как бы, мы ее слышали, она как бы, она есть, люди пишут этот просьбол, как бы, это все, в скобках скажу, что банки тоже, в общем, там есть свои хитрости, они вполне взимают деньги, несмотря на год шмиты, да, тоже, почему так сделано, это не потому, что только ради того, чтобы, как бы, обойти закон и дать кровопийцам этим кредиторам, чтобы они свои деньги получали, а нет, еще и почему, потому что если бы это так вот осуществлялось, да, и невозможно было бы получать деньги, тогда деньги бы просто не давали, в преддверии седьмого года как бы люди не могли получить деньги в долг, чтобы просто не давали, почему, потому что, ну, как бы, их никто возвращать не будет, окей, так вот, так вот, Илья Закен, он ввел понятие просьбола на том основании, что Шмита во времена изгнания, или когда большая часть Израиля не живет в земле Израиля, это Мидарабанан, и он ввел понятие просьбола, и, соответственно, написано Шмитатксофим, а именно аннулирование долгов, и в скобках написано и такой же точно закон в отношении возвращения проданных земельных участков, имеют статус заповеди истории только в то время, когда существует ювель, нет ювеля, нет статуса Мидарабан, окей, это было наше начало, а, да, вот я здесь написал, на самом деле, специально выписал, просто зачитаю, хотя наверняка может быть вам это видно, но тем не менее, читаю, вот написано Просболь, это специальное постановление, которое защищает интересы кредиторов и позволяет им получить назад одолженные деньги, при этом оно отражает интересы бедных людей, предоставляя им возможность получать необходимые суды, Просболь, это документ подтверждает, что кредитор передал Равинскому суду право взимания долгов и получил возможность взимать их от имени Равинского суда, это было для общего образования, окей, идем дальше, теперь дальше, следующий параграф такой, разбирается, а где же этот Йовель 50-й год, который пропал, ну, как бы такой, в символическом смысле слова, не какой-то конкретный Йовель, а понятие Йовеля, как вообще это пропало, разбирается, Ханан Парад пишет, ну, вообще, как бы, так с иронией говорит, Шмите, или заповедем Шмиты, повезло больше, чем Йовелю, то есть, он говорит, что судьба Шмиты была, вообще говоря, лучше, чем Шмита Йовеля, почему? Потому что Шмита сегодня, она имеет статус Мидорабанан, то есть, постановление мудрецов, и она, в общем, существуют, эти заповеди, в укороченном виде, но тем не менее, существует, а то, что касается Йовеля, он пропал и исчез совершенно, его нету в еврейском мире. И даже отсчет 50-х годов не остался на сегодняшний день. И у нас даже нет понятия, на еврейском есть такое идиома, называется Памбе Йовель. Ну, подскажите мне, как это по-русски, когда говорится про какое-то очень редкое событие, не знаю, не приходит мне в голову, как это точно сказать, ну, типа того, что вот там раз в сто лет. Да, вот у меня тоже было раз в сто лет, правильно, раз в сто лет. Но вот на еврейском мире есть Памбе Йовель, человек спрашивает, а когда ты заходишь куда-то в магазин или при таком там, не знаю, старому знакомому, он говорит, о, это бывает Памбе Йовель. Это вот такое выражение. Так вот, он говорит, что даже Памбе Йовель, Памбе Йовель нету. Почему? Потому что нет его, потому что нет года, который называется Йовель. И пишет дальше. Да, действительно, во времена второго храма, ну, как бы считали эти вот года 50-е Йовло? Честно говоря, я не очень понял это. Но считали их, отсчитывая, привязывая их к годам Шмиты. Но при этом не считали 50-й год, как это было принято изначально, что их считали 50-е годы, читали отдельно, а не с привязкой 7 раз по 7, как годы Шмиты. Но в то время, когда разрушился после разрушения храма, кончилось, прекратился отсчет, вот отсчет самостоятельный 50-й годов. Как это пишет Рамбам, «Вилхот Шмита, Вилхот Шмита в Йовель». И он говорит, что все как бы мудрецы, геоним, сказали, что отсчет 50-х годов после того, как разрушился храм, их не считали, а считали только 7-7-7-7 года Шмиты, начиная с года разрушения храма. Секунду. И таким образом говорит, этот подсчет находился исключительно в руках как бы мудрецов. Но пишет дальше Ханан Парад. Но вот эти большие или значительные вещи, которые сказал Рамбам по поводу значения или ценности вот этой традиции, которая передается от мудрецов по поводу подсчетов. Но он говорит, тем не менее, нам трудно смириться с мыслью о том, что подсчет или счет юбилейных годов, он совершенно как бы пропал. и сейчас он пишет в этой статье наша цель проследить и как бы взыскать вот то эльбон, ту неприятность или, скажем, вылетело у меня слово из головы эльбон, эльбон, не стыд, не позор, ну, позор, скажем так, да, это неправильно, нехорошо, а, обида, да, вот обида, да, вот обида, которая была нанесена, да, символически пишет, которая была нанесена понятию этих йовлот или йовеля, и давайте посмотрим, какие должны быть условия для того, чтобы эта заповедь, она восстановилась, пишет дальше, ключом к смыслу юбилейного года, он находится, ключ этот находится в понимании смысла самого слова. Что такое слово йовель? И в чем заключается смысл этого такого радостного, торжественного призыва, написанного в торе, когда сказано, будете отчитывать 50-й год, и сказано йовелье, и это для вас будет йовелем, это для вас будет юбилеем, и говорит, что вот это как бы провозглашение повторяется три раза вот в этом коротком как бы недельном разделе, который связан с который связан со шмитой и с ювелем. И слово йовель повторяется три раза. Раши, Раши, да, он объясняет пасук снеги икра, вот это 25-я глава, 10-й стих, основываясь на гемаре Роши Шана, он пишет, что означает юбилеем будет это для вас. Юбилейный год, йовель это, этот год отличается от других лет тем, что ему дано особое имя, а как он называется, йовель, и Раши объясняет, и это название дано в связи с трублением шофар. А что такое шофар? А шофар мы знаем, шофар это бараний рог, который называется йовель. Как сказано в книге Шмот, 20-я глава, 13-й стих, сказано, и будет, когда затрубят в бараний рог, когда услышите звук рога, пусть весь народ кричит громким голосом. Вот это здесь. Вая бем шох бэкэрэн а йовель, шэшам хэмэд коля шофар, я риу коля ам троак дула. Вот написано, бем шох кэрэн йовель, когда затрубят в бараний рог. И Раши говорит, почему называется, этот год называется йовель, но потому что его провозглашают, когда трубят в бараний рог, который называется йовель. Окей. Кстати говоря, это одно из объяснений, почему в конце Йом-Кипура трубят в бараний рог. Но, но, вот сейчас Ханан Парад, он будет как бы отрабатывать и рассматривать. Другой смысл, который, как мы увидим, он связан, который будет связан впоследствии и с этим первым, с бараньим рогом тоже. Но, вот этот второй смысл, он приведет нас к той трактовке, которую ведет Ханан Парад о возвращении народа на землю. Пишет, интересно, здесь написано, йовель, шаве, то есть, равняется, мовиль, а что такое мовиль? Мовиль, это вести, следовать. Например, ну вот центральный, как это, водопровод, или трубопровод, по которому течет вода в Израиле, он называется мовиль. Вот, как они на пару это называются, дальнобойщики, да, вот большие грузовики, они тоже называются мовиль. Почему? Потому что они тащат. Лавиль, это тащить, приводить, вот, как бы, такое. А как это связано? Как йовель связано с мовиль? Давайте посмотрим. Пишет, но Рамбан, у него, он, как бы, его не удовлетворял вот это объяснение Раши. Почему? Потому что если это исходить технически, что бараний рок называется йовла, и отсюда трубить в рок йовель, и отсюда название йовель, непонятно, то есть этого недостаточно с точки зрения рамбана для того, чтобы объяснить вот такое радостное, торжественное упоминание или обращение, которым удостаивает Тора и говорит «Йовели, этот город для вас йовель», как главную аргументацию для освобождения рабов и для возвращения полей, участков к своим первоначальным хозяевам. и пишет он и сказал, в смысле Тора сказала «Йовели, юбилейный это год для вас». А, почему? Потому что в этот год написано «Юваль коль иш эля хозато» будет приведен «Юваль» это пассивный залог. Он будет приведен. В этот год будет приведен каждый человек, в смысле тот, который продал участок, к своему наделу и к своей семье. Кто его приведет? Написано «Ювелию, Роглав, его ноги приведут его». Из тех дальних мест, где судьба так распорядилась, чтобы он зарабатывал себе на жизнь, на пропитание, продав свой участок, а потом даже продав самого себя. И дальше вот здесь он приводит примеры, вот здесь, я не стал их все переводить, честно говоря, все примеры, один пример из Ишаяу, в которых, в каждом из которых слово «Ювель» означает так или иначе слово «приводить», ну да, приводить. Ну вот он пишет, что вот, например, в книге Ишаяу написано «Юваль шай лэашем цваор». Буд принесен, в смысле приведен подарок подношения Господу Всесильному. Или в книге Ирмияу написано «В аль юваль ешалах шурашав». Да, я даже не стал искать перевод. В общем, идея в том, что в разных местах в Танахе мы видим употребление слова «Ювель», похожее по звучанию на наш город, на наш год юбилейный, по значению «приводить». И говорит, что во всех этих местах мы видим, что мы можем связать понятие о возвращении человека на свой земельный участок и в свою семью. И поэтому получается, что по мнению Рамбана слово «ювель» это лингвистически похоже на слово типа как причастный оборот сидящий и спускающийся, кормящийся и так дальше. в данном случае возвращающийся. То есть «ювель» в том смысле, что человек возвращающийся, возвращающийся в свое поле, да, в котором этим словом возвращающийся определяется человек или, развиваем дальше эту идею, да, или целый народ, который возвращается к себе домой. И этот год называется юбилейным годом Шнат-ювель. И это год возвращения домой. И поэтому, поэтому, пишет Ханан Парад, понятно тот акцент, да, и та, как бы, торжественность, праздничность, которая связана с этим словом или с употреблением этого слова в Торе, в нашем недельном разделе, когда сказано «ювель» и «те-еллахэм» юбилейный этот год будет для вас. Что значит юбилейный? Возвращательный год будет, когда будете возвращаться. И поэтому, в свете этого объяснения, совершенно понятно, дальнейшее продолжение этого стиха сказано и возвратится каждый в надел свой. Но пишет Ханан Парад, что на самом деле получается, что именно на фоне вот этого оригинального объяснения, которое нашел Рамбан, Рамбан слиха слово «ювель», а именно «возвращающийся», можно также связать это с комментарием Раши, придав его новое значение, связав между собой слово «ювель» как «возвращающийся» и слово «кэрон» и то, что объясняет Раши «кэрон», «ювель», а именно «бараний Рог». Почему? Ну, потому что описывает, да, потому что задача, как бы, да, вот этого, не знаю, барана, скажем, да, который идет во главе стада, он ведет, у него есть этот самый Рог, и он, скажем так, этим Рогом указывает дорогу всему стаду, куда, вот в то желанное место, куда они должны идти, и отсюда, отсюда его слово «ювель», потому что этим «кэроном» он ведет, и поэтому эти два слова, они, как бы, можно сказать, что эти два объяснения, они связаны одно с другим, или, во всяком случае, можно связать их одной с другим, точно так же, как шофар, который сделан из бараньего рога, на иврите «кэрон йовель», его задача заключается в том, чтобы трубить громким голосом, громким звуком, да, для чего? Для того, чтобы собрать, а как на иврите собрать, леовель, всех, кто это слышит, вместе, и получается, что вот этот вот бараний рог, кэрон йовель, он связан со словом леовель, приводить, собирать всех в одно место. Пишет дальше, что вот это то значение или то предназначение, то предназначение, это то предназначение шофара, да, вот этого кэрона, схоже здесь с тем, как это описывается предназначение отрубления, в которых описывается в книге Бемидбар, числа в 10-й главе, в 3-м стихе, и сказано, в этаку баэн, в данном случае там это говорится про трубы, труба это хацатра, и затрубят в них и соберется в них вся и соберется вся община. Здесь как бы связывается идея в том, что трубление это сбор, да, дальше и он пишет, что если мы как бы будем смотреть Танах, читать, то да, схожим образом поступает Шауль, имеется ввиду царь Шауль, имеется ввиду, дальше перечисляет Гидон и Юаф, Юаф один из полководцев царя Давида, все эти образы можно посмотреть в Танахе, так они поступали, когда они собирали не знаю, войско, народ, воина, используя для этого шопар, и точно так же собирали народ на собрание с связанное с общей молитвой и с какими-то призывами, которые должны сказать, как сказано книге Йоэля. В книге Йоэля сказано «Тику шофар бы цион» это книга Йоэль, вторая глава, 16-17 сетей. Трубите шофар в ционе, провозгласите пост, зовите или провозглашайте общее собрание, собирайте всю святую общину. Из всех этих примеров мы видим, что трубление шофар связано с собиранием. Ну, а до этого как бы понятна общая цепочка, да, у нас шофар, шофар был связан с строгом, Йоэль, а с другой стороны мы связали это с оригинальным, если так можно сказать, интересным комментарием, который пишет Рамбан, Рамбан слегка, что Йоэль от слова приводить. И так у нас получилось вывод резюме какое, что Йоэль в смысле приводящий это также бараний рог или просто вот этот баран, который своим рогом или своими рогами указывает стаду куда идти. И это также шофар, который собирает рассеянный и получается, что это все связано со смыслом юбилейного года Шнат-Ювэль, в котором возвращаются владельцы участков, которые по разным причинам ушли, от них продали их или даже продали себя вратство, а в Шнат-Ювэль они возвращаются, возвращаются в семью и возвращаются в эти участки. И вот заканчивая Таханан-Парад он пишет так, на веритет звучит так, умдим ано неф амин ноках стоим мы дико пораженные дословный перевод должен быть наверное такой с учащенным сердцебиением когда мы видим вот эту параллель которая возникает у нас на основе вот этого комментария ромбана между параллель между чем? между как бы освобождением отдельного человека отдельной личности персона геулат апрат ле геулат клаль к освобождению всей общины между человеком который возвращается в юбилейный год в свой надел и к своей семье и между параллель да с народом который собирается из рассеяния и возвращается на свою землю и это получается что вот этот этот шофар этого юбилейного года йовель это тот самый голос шофара который звучит или призывает нас сверху и к которому мы как бы стремимся и к которому мы молимся и про который мы говорим за труби шофар годоль в большой могучий шофар для того чтобы нас освободить и для того чтобы положить конец нет нет и для того чтобы сделать чудо собрав рассеянных ткабы шофар годоль лахерутейну в саннес лакабы сглуютейн это как бы строка из молитвы шмунайсре 18 благословений которые читают три раза в день шахрит мин и марин да и получается что условием исполнения заповеди ювеля этого юбилейного года а именно это то условие про которое мы говорили в самом начале помните когда разбирали каким образом заповедь истории приобрела статус заповеди мидарабанан от мудрецов и там главное условие было это условие что большая часть народа и большая часть жителей страны возвращаются возвращаются в землю Израиль и это условие исполнения заповеди юбилейного года и получается что это условие это не такое техническое внешнее условие а ханан парад его идя за рамбаном или основываясь на рамбане он как бы поднимает его до уровня как бы центрального момента и говорит что это условие не техническое что большая часть народа должна быть в земле Израиля а это органическая часть выполнения заповеди которая требует и провозглашает как бы вместе народ Израиля возвращайтесь домой возвращайтесь в землю Израиля для чего для того чтобы мы вместе все могли исполнить заповедь Шмиты и заповедь Йовеля и даже если вы либо мы удалились даже как удаляются владельцы земель вынуждены их продать и разлетелись как бы в разные стороны имеется ввиду как бы рассеяние возвращайтесь домой мы вас всех ждем почему потому что без того чтобы собраться всем мы не сможем осуществлять эту заповедь вот здесь я думаю это всем видно есть такая иллюстрация вот тот самый баран наверное где-то типа венгейт недалеко от нас на мертвом море я думаю это снято да вот у него как раз те самые рога из которых делают шофарот шофары ну вот это как бы та статья которую я хотел изложить мне показалось что она как бы интересная потому что опять же мне кажется что эту логику мы прослеживаем все время а именно что какие-то ну скажем идеологические мировоззренческие призывы идеи как бы доктрины они в случае Ханан Парата основываются на таком разборе традиционных комментариев в данном случае был Рамбан да на таком скрупулезном исследовании текста и при этом приводит к выводам которые ну более чем актуальны для нашего времени ну вот это как бы то что я хотел сказать если у кого-то есть что-то дополнить спросить я с удовольствием послушаю я хотел сказать что Ханан Парат всеми способами всегда доказывает что все должны вернуться любыми да то есть он последователь в этом смысле смотри во-первых это правильно с другой стороны да да я и говорю говорю что он последователь надо понять как бы судьбу поколения его собственную судьбу потому что ну как бы вся его судьба она была связана как бы именно с этим это то самое возрождение которое было после шестидневной войны он сам удостоился учиться в Ешиве Ешива Тарав называется это Ешива Равкука то есть он учился у сына Равкука Цви и Удаху поэтому понятно что как бы это это основное мото всей его жизни он был один из основателей как бы общественного движения Гуши Мунин то есть блок верных имеется ввиду наверное верных Тори но еще более как бы верных настолько же верных Тори насколько верных земле Израиля что было связано с освоением и заселением земли Израиля он был один из как бы изоснователей вообще и был как бы членом Кнессета от партии Мавдаль так что ну как бы понятно что на эту мельницу если так можно сказать все что он все то обучение или все то знание которое у него есть понятно что он смотрит только в этой перспективе это его вера это его судьба ну может быть вот в этом в этой главе наиболее так ну и в других тоже я просто тоже сегодня читала эту главу и думала что ну наверное для нас современных людей вот эта идея настолько трудно осознаваема хотя у меня может такая дурацкая ассоциация появилась после того как я читала что это наверное так ушло в другие культуры что может быть если помнишь наш Юрьев день который ну конечно это такая искаженная но тем не менее может быть это тоже надолго закрепилось где-то потому что конечно я не знаю как у вас сейчас в Израиле реализуется хотя бы шмита было бы интересно есть религиозные кибуцы в которых в которых не обрабатывают седьмой год землю ну понятно что это не касается как бы основной части как они называются сельскохозяйственных плантаций там фирм или я не знаю еще чего понятно что это только небольшая часть религиозные кибуцы исполняют но вот не знаю мне кажется очень как бы перспективное направление такое что мне кажется есть понятие мы как бы слышали Радзеев про это говорит есть ну если так можно сказать Тура Терра Цисраэль то есть понимаешь что Тура она единая да вот но есть Тура Галутная а именно когда жили в Галуте когда жили в Рассейне то ну понятно изучали но как бы та часть которая была связана заповедь с которые были возможны только при их осуществлении заповеди возможно только при проживании земли Израиля к ними просто не соотносили но он в данном случае объясняет что это как бы это не чисто технически когда ну не можешь значит ты как бы не исполняешь не изучаешь и так дальше он это рассматривает в том что как бы цельное понимание может быть только в том случае когда народ Израиля возвращается в землю Израиля да там исполняет как бы учение Израиля скажем вот так и в этом триединстве ну как бы с его точки зрения не знаю они называются котонки кто я да с моей точки зрения с точки зрения людей которые как бы находятся в этом направлении да видим что вот это правильно в этом в этом проявляется эта цель поэтому можно сказать что он чисто технически берет да и каждый раз значит переигрывает эти пасуки или комментарии для того чтобы вот доказать какую-то какую-то снова опять сионистскую идею но у меня такое ощущение мне мне тоже наоборот показал что вот именно эта глава недельная наиболее как бы подходит к этой сионистской идее потому что конечно такая просто ну я не знаю я просто читала сегодня думала просто земля свободы можно сказать представь да и по нынешнему да да я как бы согласен вот тут пишет Иван мне только не совсем понятно почему равенский суд может взыскивать долги в ЮВЛ смотрите я вам скажу такую штуку во-первых я не могу дать однозначный ответ спросите знаете как Рафьёна говорит спросите Рафзейва я тоже скажу спросите Рафзейва это правильно спросить людей которые вам дадут ответ хотя я думаю что скорее всего это сведется к такой вещи что для того чтобы денежное отношение между тем кто как это сужает дает деньги между тем кто принимает для того чтобы они продолжали существовать да должна быть регуляция при которых тот кто дает деньги у него оставалась бы мотивация давать эти деньги потому что если он не будет их получать обратно так он не будет их давать такая идея конкретно надо спросить у более умных людей ввиду не себя и они обещают это более подробно но это я думаю идея заключается вот Равинского суда точно так же как банки в Израиле религиозные банки банк в Израиле например он как бы считается религиозный банк тем не менее и проценты вполне берет и как бы и в год шметы эти кредиты которые возвращаются и все там есть как бы специальные обходы которые говорятся о том что деньги которые даны вот в такие кредиты они не подпадают под это понятие но мы как бы подробно в это не влезали да это специальный совершенно разговор технический на уровне как бы обсуждения какие были постановления и как это делается вот а на уровне как бы вот этой вот идеи о том что год ювель связан его понимание от слова леовиль а именно приводить это первое и второе привод не отдельного человека а привод как бы всего народа почему потому что соблюдать потому что исполнить вот это возвращение привод отдельного человека на свой участок может в таком случае когда большая часть народа живет здесь получается что как бы ну вот частная свобода и частное возвращение человека оно получается связано с как бы общенациональной судьбой вот это вот вот это такая такая была красивая штука окей Натан да спасибо очень красиво действительно мне очень тоже понравилось знаете еще что понравилось очень интересная вещь что оказывается мобильный это ивритское слово я тоже подумал да знаете я тоже подумал буквально читал я когда как бы готовился мне что-то не кольнуло а вот сейчас когда я повторял это по-русски столько раз да-да-да мобайл и вот это мобильный да интересно что Харат Парат это не пишет потому что понятия мобильных телефонов не было сто процентом да ну вообще это действительно вообще мобильный все мобильное все что мобильное мобильное да мобильное слово но ну лейт 100% да-да-да 100% мобильное мобильное прежде всего от барана который идет своим рогом который называется йовла и год юбилейный год Йовель когда тащит это да-да-да мне тоже я тоже про это подумал это дико-дико Прозвучало просто потрясно современно. Сто процентов. Еще хотел сказать, я специально проверил, ну, наверное, многие знают, те, которые живут в Израиле, сто процентов знают, потому что в Иерусалиме, есть район в Иерусалиме, который называется Кириат-Ювель, правильно? Вот, и я на самом деле думаю, наверняка кто-то с поиска начнет это прочитать, что никогда не задумывался, почему он Ювель называется. Ну вот, я посмотрел в Википедии, значит, там было сказано, что Ювель был назван, почему Кириат-Ювель, потому что, как бы, этот район заложили, когда был 50-й год Киран-Каемет. Да, вот Киран-Каемет 50-й год был, и поэтому, как бы, назвали Кириат-Ювель, да? Ну, я думаю, хотя это там, честно говоря, не было, мне кажется, что я когда-то про это слышал. Как бы, идея тоже, надо как-то подробнее это узнать, но мне кажется, это как-то связано, что вот эта земля, на самом деле, она, то есть, это известно, да, ну, это, наверное, все знают, что, как это сейчас происходит, а особенно до возникновения, до провозглашения государства Израиль, ну, практически, говорят, в каждой еврейской семье была такая коробочка белая-голубая, вот, и до нее, как бы, все опускали деньги, сдавали на этот самый Какаль, Киран-Каеме, почему? Потому что, вообще, слово Киран-Каеме, да, но немножко, как бы, уходим, но это известно, когда человек дает суду, правильно, кому-то деньги служает, есть такое понятие Киран, вот я кому-то дал 100 шекелей, да, вот эти вот 100 шекелей, это Киран, а на них нарастает, как бы, процент, да, не знаю, это по-русски я просто уже, или бы я не знал, либо я забыл, как все эти, ну, вот эти банковские операции, как это называется. Так вот, Киран-Каеме, это вот та часть, та часть, которая, как бы, была основная, которую человек дал, вот эти, скажем, 100 шекелей, и почему этот фонд, в который, как бы, идея его была, в том, что весь народ Израиля, он весь покупает землю. Почему? Потому что идея в том, что Киран-Каеме, есть выражение, Киран-Каеме-Тла-Исраиль, это означает, что вот этот вот Киран, в смысле, фонд, он всегда останется, то есть вот это вот про проценты, это не гарантировано, но вот сам Киран, Киран 100%, поэтому собирали деньги. И я думаю, что это тоже связано, вот этот 50-й год связан с тем, что, конечно, эта вся идея была, идея освобождения, так и называлась, Геулат Адамот, освобождение земель, в смысле возвращения их народа. Вот еще, вот еще один запутан, да? Ну, еще, вы знаете, если можно, я бы хотела поднять еще вот этот вопрос. Вопрос про прозболь и прочие подобные дела. Вы понимаете, оно производит очень плохое впечатление. Оно производит впечатление обдуривания Всевышнего. Мы сейчас его возьмем и обдурим. Он нам сказал, не давать в долг, а мы возьмем и будем давать. Вот, понимаете, мое предложение. Я думаю, что, может быть, было бы лучше, вы знаете, чем вот так вот обдуривать, да? Сказать честно, вот, ну, было рабство, нету рабства. Мы как-то живем без законов рабства, правда же? Да. Вот, теперь, значит, были раньше деньги, которые там, ну, давали как деньги, теперь это товар, значит, это не законы. Деньги стали относиться не к вот этому, а к тому быку, например, которого, понимаете? То есть, надо уже обсуждать теперь из других соображений. То есть, когда мы обсуждаем комару, нужно относить это к сумму, понимаете? Нельзя зацепляться за слово, что деньги – это деньги. И теперь, значит, мы не можем, это самое, понимаете? Потому что производит впечатление обдуривания очень неприятное. Смотрите, я на самом деле внутренне... Нет, это, я вам скажу, Натан, это не только к этому относится. Да. А? Смотрите, я знал, я чувствовал, что вы про это спросите. Смотрите, я не знаю... Я должен сказать, что я поддерживаю шуту. Да, смотри, но можно отбить, смотрите, ведь есть вещи, сказано грандиозно, глаз за глаз, да? Айн тахет айн. Но тем не менее, как бы, никогда никому человеку, который выбил другому глаз, ему глаз не выбивали. А изначально сказали, что человек за это должен платить. Ну, а почему-то рассказано глаз за глаз. Ну, потому что тура показывает, что нельзя человеку сказать, твой глаз стоит 100 шекелей. Вот тебе 100 шекелей, выбивай глаз. Потому что глаз-глаз, он может быть равносилен только глазу. Но жить так невозможно. Поэтому реально... Возможно, это он Всевышний сказал. Всевышний сказал, око за око, там, зуб за лоб и так далее, искорени зло. Чтобы этого не было, чтобы не было, чтобы никто друг другу глаз не выбивал. Если он будет знать, что ему выбьет глаз, то он и будет выбивать. Не понимаете? Это саудоскатание. Если он заплатил, продолжается у нас, слава богу, смотрите, сколько времени. И у нас это продолжается. И выбивают зубы, и глаза, и так далее. Потому что платят деньгами. Если бы платили глазами, уже бы давно все это кончилось. Это так нам Всевышний сказал. Понимаете? Я не уверен. Скажем так, я не уверен. Я не думаю. То есть, я не могу сейчас 100% сказать. Но мне кажется, все-таки, то есть, вот понять механизм, да, сказать, ну, как же так можно? Сказано, айн тахат айн. Либо сказано, долги надо прощать. Что за система такая? Почему банки, они специально сделаны такая штука, прозбул туда-сюда? Короче говоря, нельзя их списывать. Это получается какой-то обман. Не знаю. Надо понять этот механизм. Надо это лучше разобрать. Давайте спросим у Ревзева. Мы сейчас изучаем устную тору и правила выведения законов. Действительно, я с вами согласен, что это звучит, как некоторое, ну, если не обдувательство, то, во всяком случае, ну, такие кунцы тоже называются. Давайте это сделаем вот так вот. Я, честно говоря, у меня внутреннее ощущение, что в этом есть смысл. В этом есть смысл, не просто... Смотрите, в этом, безусловно, есть смысл и большой смысл для народа, живущего без своей страны. Если мы хотим сделать свою страну, мы должны разговаривать честно, мы никого не обдуриваем. Мы не живем под царем, которого мы должны обдурить. Да. Мы живем в своей стране, и мы должны честно сказать, у нас вот такие законы, у нас вот эти деньги так, а вот эти деньги по-другому. Например, если я даю своему соседу, я с него проценты не беру, не брала и брать не буду никогда. Ну, смотрите, это очень сильная история. Она очень строго за этим следит. Она очень строго следит. Если я взяла у кого-то там 23 рубля и 5 копеек, она мне не разрешит отдать 24. 23 рубля и 5 копеек я должна отдать, иначе я переступаю в тур. Понимаете? Да, но есть гмахи, правильно, есть гмахи, когда специальные места, в которых людям дают либо деньги, либо там, не знаю, какие-то тмураты, видят денег что-то, и человек возвращает ровно столько же, нисколько не дает. Но тем не менее, по этим банковским системам она не может существовать, если там нету процентов. На ком? Ну, да, может быть. На ком, потому что банковская система идет по другим законам. Она не живет по законам вот этих, когда ты даешь брату деньги. Они не дают брату. Они не дают брату. Они дают лакоху. Лакох — это не брат. Ну, вот очень может быть в том, что вы сейчас сказали. Как раз есть ответ, правильно? Когда это личностные отношения, человек не имеет права брать проценты. А когда это безличностные отношения, когда это отношения банковской системы, тогда имеет смысл брать. И тогда имеет смысл этот прозвол и не... Нет, тогда надо честно сказать, что это другие отношения. И поэтому мы даем суды. Не надо вот этих вот стыдливых каких-то вот уверток. Не надо. Надо честно сказать. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Я предлагаю эту тему изучить более подробно. Ну, как человек тоже в суде, который тоже берет суды в банке. Понимаете, я полностью как бы с вами вообще на баррикады и вообще, чтобы не брали процентов. Стопроцентов. Нет, я как раз суды в банке не беру. Я суды в банке не беру, но... Ну, смотрите, машканты все брали. Машканты, я думаю, все брали. То есть, как бы, купить квартиру... Ну, брали, да. Но уже вернули. Ну, да. Все вернули. Окей. Ну, смотрите, я ожидал, что будут эти подводные камни. Смотрите, это не сто процентов тема нашей сегодняшнего занятия. Как боковое явление, это можно изучить. Но вот эта тема о том, что частная свобода связана с общей свободой, и что Ювэль – это мовиль, и наши мобильники связаны с юбилейным годом, вот это потрясная идея, по-моему. Окей? Да, это красиво, да. Ты слышал, это нет? А, ты меня спрашивал? Да, тебя спрашиваю. Мобильники, мобильники связаны с юбилейным годом. Ну, это смелая... Это шипно. Это шипно-смело сказала, да. Я специально только что посмотрел на Википедии. Я извиняюсь за крик, детей они сфальчима. Мобайл, мув – это от слова «двигать». Возможно, это общий индоевропейский корень. Я бы так громко не говорил, что это прям с иврита. Но, видимо, да, какой-то прям очень общий корень. Ну, видишь, «двигать» все, все идут до нашими барахами. Слушай, я не буду вдаваться в то, что ты сказал, шифру, но я очень согласен с тем, что, да, это выглядит как такое, ну вот, мухлевание. Мухлевание, хорошо. Дальше не буду сейчас в это входить. Я хотел сказать только по недельным главам. Допустим, если сейчас мы изучали главу БР, а какая глава читается в шаббат? Их же в шаббат читают или в какой там... Нет, мы читали БР, БР это было в субботу, который вот сейчас... А БР, Соли, не БР, Аббат. Следующая будет Бхуката. Ее нужно было читать в этот шаббат. Не-не, Натан, Галута наоборот. Это только... Натан это только в земле Израиля, а за границей они не читали у них, когда у нас был шаббат, у них был второй Песох. А, может быть, читать. И они не читали, они на одну неделю встают от нас. У них будет эта глава. А, очень может быть. Да-да-да-да-да-да, надо проверить. Ладно, вы меня так сильно не путайте. Да-да-да, очень может быть, послушайте, да. Проверь. Может быть, даже это и хорошо, потому что тогда, если у вас можно послушать на неделю, допустим, того же Леону Левина, его мир выставляет. Да. И прийти к подготовленным к этой главе, потому что иначе получается наше задание первое из всего цикла. Да. И как бы оно так, как бы... Ну вот отлично. Так может быть даже хорошо, если мы на неделю... Мы будем идти по этой системе. Ну хорошо, дамы и господа, все было очень замечательно. Я за то, чтобы сломать банковскую систему и прощать всем эти самые... Не-не-не-не, вот тут как раз. Не, зачем я ломать? Аккуратно. Уже ломали до 100 с нас. Да-да-да. Ну хорошо. Давайте разузнаем получше про эту систему. Все, кто спрашивал... Кстати, я вот в рассылке давал линк, там на толдотру, целая статья посвященная. Они деликатно обходят эти вопросы. Более-менее в духе, как я объяснял, чтобы банковская система существовала, все пятое-десятое. Более подробно почитайте в этом линке. Я давал статью на Йовель, Шмита, про Азбул и, в общем, прочие еврейские хитрости. Хорошо? Так точно.